Экопсихология Экопарки Как мы вам обещали Обязательно мы пригласим в свою студию Людей, которые знают Как собирать мусор Как быть более экологичными Как вести действительно Экологическую жизнь в нашем Пространстве города Как это вообще Можно жить и быть Экологичным И первый вопрос, который я хотела задать Евгении Почему именно вы стали заниматься Проблемами экологии и как вообще Вас вывело на эту организацию Мусора больше нет, может быть Немножко об этой организации, замечательное название Мусора больше нет, я думаю Всем интересно, как избавиться от мусора Итак, Евгения В организации я стою уже Наверное Полгода До этого я являлась Активным волонтером Greenpeace И соответственно У меня различные экологические проблемы Всегда были близки Почему именно Вопросы мусора меня так близко тронули Потому что Мусор это не мусор, это ресурсы И у меня, допустим, как у человека с управленческим образованием Каждый раз слезы на глазах наворачиваются Когда я вижу те огромные мусорные машины Которые едут, эти ценные ресурсы Отвозят на полигон Которые там становятся отходами Которые там загрязняют окружающую среду И я знаю, что Если бы мы грамотно с ними обращались То из этого можно было бы извлечь Как прибыль для организации Прибыль там, не знаю Для страны, для нации И плюс это не вредило бы нашему здоровью То есть это логично Действительно, я помню в свое время Может быть лет 20 назад Когда японцы первый раз Приехали к нам И они вообще не понимали, как вообще у нас здесь все происходит Везде валяются Миллионы рублей Миллионы долларов И никто на них не обращает внимания Поэтому Само движение заводилось В 2004 году, когда наш Деньный вдохновитель Сейчас руководитель Денис Старк В один прекрасный день понял Что он больше не может терпеть Весь этот мусор На улице, в парках Которых он любит гулять Он просто взял мешок и пошел собирать мусор Начал рассказывать об этом друзьям Просто так пошел Душевный порыв он сказал Я больше не могу, я должен что-то сделать И увидел, что таких людей Небезразличных очень много Сейчас движение существует В 29 городах России У нас огромное количество волонтеров То есть да, движение Это не общественная организация У нас никто не работает Все исключительно на личной инициативе Такие волонтеры в основном Да, только волонтеры Нет таких работающих персоналов Нет рабочих персоналов Практически каждый выходной Во многих городах России Организуется уборка Которую любой желающий может присоединиться Еще основной принцип Это то, что мы все уборки делаем С раздельным сбором мусора То есть мы не просто собираем мусор Возьмем его на полигон А мы стараемся по максимуму Извлечь те ценные ресурсы И сдать их на переработку Ну и понятное дело Рассказываем людям Просвещаем их Стараемся максимально дружелюбно Рассказывать, что они лично Могут сделать, чтобы помочь Нашей общей, не знаю, окружающей среде Ну вот, я думаю, что если вы стали заниматься этими вопросами То как-то что-то вас подвигло, да, внутри Такое вот сознательное отношение Как вы сказали уже, да, как управленец Вы видели, сколько вывозится неправильно мусор Который можно переработать И принести на все деньги Какие-то обороты, оборотные средства Но вот в своей жизни, в обычной жизни Как вы экологично живете, расскажите нам Ну, я раздельно собираю мусор А это вообще возможно? Возможно В нашей школе существует Действующая организация Называется Центр экологических инициатив Есть несколько пунктов приема Это на Курской и на Таганке Точный адрес можно уточнить на сайте Эковики Куда можно привезти все свое вторсырье То есть не обязательно сортировать отдельно Там, не знаю, пластик и везти его куда-то, где принимают пластик Отдельно в бумагу, где принимают бумагу Можно все, что считается вторсырьем Это стекло, алюминий, пластик, бумага Собрать и отвезти туда Давайте еще раз Уважаемые зрители, пожалуйста, внимательно Что именно считается вторсырьем? Бумага Бумага Пластик Это в основном пэт-бутылки Такие вот, в которых пьем Coca-Cola, например Это алюминиевые банки И это стекло В принципе, можно сдавать еще тетропаки Но это вот Если вы отвезете непосредственно в Центр экологических инициатив У вас их примут Идет на переработку Сразу скажу, что деньгами там никто никакие не платит То есть это не то, что приемные пункты, где я могу взять бумагу за деньги Нет, то есть как раз за то, что вы привозите все в одно место и сдаете это Вот без не сорти... фактически не разводеобразные пункты Получается бесплатно Ну, то есть... Но для меня это важно Я... Это в Центре, это удобно Для меня это не сложно А теперь у нас где вы живете? Я живу на Новочеремушках И вы из Новочеремушек едете? Еду и везу Но часто я, допустим, свое вторсырье накопленное привожу на наши уборки Потому что у нас тоже уборки идут раздельные И, соответственно, лишний мешочек с мусором как раз вот отправляется на переработку Что у меня на Новочеремушке Сейчас мы к этому перейдем То есть вы собираете отдельно дома, собираете макулатуру Отдельно там банки, отдельно пластик, отдельно стекло Нет У меня стоит одна корзинка, в которую я складываю все сразу То, что считается вторсырьем То есть вот эти четыре вида Да, у меня нет четыре мусорных корзинки на кухне Потому что действительно неудобно У меня в кладовке стоит небольшой ящик, в который я все аккуратненько складываю Понятное дело, то есть если вы начинаете, мы называем это, прессовать упаковку Когда вы сомнете бутылку из-под молока, места она занимает очень мало То есть я вывожу свои раздельно собранные отходы раз в две недели и совершенно не обременяется Иногда даже реже То есть вы тоже не пьете из пластиковых бутылок? Стараюсь, нет Понятное дело, что мы живем в городе, есть какие-то реальные условия Но у меня всегда есть с собой кружка, которую я по максимуму стараюсь использовать Такая закрытая Я не покупаю воду на улице, то есть я стараюсь не использоваться пластиковой посудой То есть вы с собой возите альминиевую кружку? Альминиевую кружку, ну такие, которые мини-термосы продаются во многих кофейнях Это очень удобно, ты делаешь свой любимый напиток Весь день с ним ходишь, пьешь его, наслаждаешься То есть не нужно покупать какие-то... Замечательно, здорово Всегда многие говорят, что это экологично, как минимум экономично и полезнее для... Опять же это для человека Стакан Да Замечательно А что вы там упомянули про червей, да? Есть специальный червь, называется Владимирский старатель Это обычные дождевые черви немного улучшены Они перерабатывают пищевые отходы Соответственно, у меня пищевых отходов Я их не выбрасываю в мусор и провод Я их отдаю этим чудным червям, которые делают в итоге для моих комнатных растений прекрасную землю Они живут вот в таком вот небольшом ящике Пахнет это все как обычная земля То есть нет ни запаха, нет мошек, нет ничего Все разумно, все довольны, я довольна, у меня нет отходов Черви довольны, они покормлены, цветы довольны, получают земли А родители довольны? Или они не знают? Они, во-первых, не знают, во-вторых, их никто не замечает Все, когда мне тут друзья приходят, я им всем показываю, и никто не верит Что это черви, ты туда кладешь свои какие-то пищевые отходы, не верим Начинают там покопаться, посмотрят, действительно Все очистки там, картофельные, банановые там Да, да, все большие Но они только цитрусовые не очень любят, поэтому желательно их не злоупотреблять Все И куда же будут цитрусовые девайзеры? Цитрусовые приходится выбрасывать Все-таки какой-то процент мусоропровод у меня уходит Но это очень маленький процент Ну, вообще интересно, конечно, здорово Хорошо, а какие мероприятия организует компания, движение? Мусора больше нет Ну, летом и весной мы проводим уборки В парках, в каких-то местах отдыха Сейчас Просто взяли и собрались, позвонили друг другу и сказали, давайте будем убирать в этом парке Приходим в парк и начинаем убирать В парках обычно мы сейчас не убираем, потому что там, как ни странно, чисто Мы стараемся выбирать какие-то места отдыха И часто это бывает так Кто-то из неравнодушных людей нам звонит и говорят Вот у меня есть любимое озеро Там я, не знаю, с пяти лет там отдыхал, сейчас там помойка Помогите Понятно? Дело, что человеку одному тяжело Мы ему помогаем Мы ему говорим, что да, хорошо, мы приедем к тебе на уборку Но ты должен привезти как минимум пятерых своих, не знаю, друзей, соседей То есть мы не приходим и не убираемся за него Но мы, допустим, он там пять человек привел И у нас, допустим, человек пятнадцать приезжает от движения Мы договорились с местной администрацией, она помогает мусор увозить Как у вас происходит этот контакт? Потому что, например, были случаи, когда ребята собирались Решили провести такое время для пользы города, для пользы парка Собраться, собрать мусор, я имею ввиду уже конкретный Исмайловский парк И к ним подходит конная милиция и говорит, что вы тут делаете Больше троить вообще нельзя собираться Как это? То есть необходимо какие-то разрешения получать от муниципалитета? Нет, нужно просто связаться с местной администрацией Дирекцией парка, предупредить их о том, что мы планируем Провести уборку Как правило, они откликаются очень положительные Они помогают и с вывозом мусора Они помогают распространять информацию Иногда они помогают, там, не знаю, листовки могут расклеить Что уважаемые отдыхающие, вот там такого-то числа Мы будем выбирать парк Кто хочет, присоединяйте там Помогают с инвентарем То есть здесь, на самом деле, здесь вопрос переговоров То есть нам почему-то кажется, что никто, кроме, не знаю, там Каких-то кучки сумасшедших мусора убирать не будет Никто нам в это не поможет И мы, не знаю, там, частыми, там, боимся, кажется То есть мы, нет коммуникаций Нет коммуникаций И наши внутренние страхи нас, в общем-то, останавливают перед, действительно Все люди, все люди, я думаю, все люди хотят, чтобы их окружали чистые парки Чистые, чтобы чистота в городе была Чтобы приятно было гулять и ходить И просто нужно, как бы, проявить эту инициативу Сделать этот шаг и не думать за них, что они вам откажут Просто сделайте этот шаг Позвоните в администрацию дирекции Скажите, что у вас есть такое намерение А лучше всего, позвоните тем, кто уже это делал Например, позвоните в организацию «Мусора больше нет» Чтобы узнать, как они действуют Вы можете набрать в интернете В Яндексе запрос «Мусора больше нет» И вам сразу выйдет сайт Очень замечательной собачкой Такой вот сложной, из бумажки Как бы очень веселой, такая зеленая Любым опытом, накопленным за многочисленное количество раз проделанных уборок Мы поделимся Ну, я хотела сейчас внимание уделить Станиславу Чтобы он нам рассказал Станислав, я вам напоминаю, что вы смотрите нашу передачу «Земля экодопта» Только что подключился к нам В студии «Арбат ТВ» сегодня с вами я, Инна Ким И у нас в гостях Станислав Ильевуев Это человек, который занимается экопсихологией и экопроектами И также активист общественного движения, экологического движения, позитивно-креативного движения, насколько я знаю Евгения Сухова Итак, Станислав, скажите, пожалуйста, почему вы вдруг стали заниматься экопсихологией? Что это вообще за это такое? Добрый день! Это направление меня заинтересовало с тех пор, как я начал очень много работать И по вечерам или по выходным мне хотелось отдохнуть Так как как бы в Москве жизнь, она очень быстрая И тут мы встречаем в день, у нас наваливается очень много информации То иногда просто хочется найти какое-то тихое место чистое Где можно прийти с семьей или с друзьями И просто отдохнуть, соприкоснуться, можно сказать, с природой В Москве столкнулся с проблемой, что на самом деле это сделать очень тяжело Почему? Потому что, выходя в какие-то парки, я столкнулся с огромным количеством проблем Которые не давали мне, так сказать, расслабиться И... И... Проблем на самом деле очень много Входя в московский парк, мы можем ожидать в 99% случаев пьянствующего молодежь Да Так сказать, собирающихся от субкультуры, там, панки или еще кто-то Я не имею против ничего таких людей Но, опять-таки, по законодательству у нас распитие алкогольных напитков запрещено А в парках почему-то милиция проходит рядом и как бы никак не реагирует К сожалению, к реагирую очень много Не во всех парках То есть они, это все как бы... Испрываются и вратятся для царя Да, под вечер, у каждой лапочки ходит бабушка и собирает там сумочку, бутылки Но, тем не менее, все равно очень грязный парк Да, все равно Помимо этого, он сам по себе грязный Не обязательно бутылки Вы так не говорите, а то у нас сейчас соулит половину служащих парков Ну, я не говорю про все парки Я говорю про большинство Конечно, есть парки очень ухоженные, красивые И я подумал, почему так Почему одни люди могут спокойно выйти и погулять в парке, а другим такой возможности нет И, слава Богу, существуют такие организации, которые помогают людям Организация мусора больше нет, например Движения, которые убирают мусор И нашли хорошую идеологию То, что не просто надо убирать, а то, что это еще можно использовать Это, на самом деле, очень важно Я начал заниматься, я по образованию сам психолог И я начал изучать людей с точки зрения Насколько необходимо Возвращаться к своим стокам Соприкасаться с природой Людям, которые живут Насколько это снимает психологический стресс Да, люди, которые живут в городе В застроенном городе, где все постоянно движется Где у всех постоянно стрессы Где все работают, или учатся, или еще чем-то занимаются Человеку нужно отдыхать Вот Ну да, сейчас все отдыхают, ходят в кино Ходят в клубы Ходят все по словам Я начал заниматься этим Начал изучать А оказалось то, что, как Вы раньше подметили Люди выбирают такие методы, как пойти по магазинам Да Пойти в торговые центры, по шоппингам заняться То есть, новые какие-то понятия, которые на самом деле Они чуть-чуть снимают стресс Но это неестественно То есть, в какой-то сути это неестественно То есть, мы все равно не получаем Хотя бы только ощущение соприкоснования с природой Я согласна, потому что вспомните Вот я, например, вспоминаю свое детство У нас было принято семье выходить на выходные Обязательно на лыжах на зиму Причем дальше это было Пробежки, велопробеги были у нас И это было нормально У всех на балконе стояли лыжи Стояли палки Обязательно мы собирались Ездили в ботанический сад гуляли Ездили на Ваденхам гуляли Ездили на Витцовский парк гуляли И это было принято Это была нормой жизни И ходили в музеи То есть, вот сейчас я как-то смотрю Все-таки этому внимание совершенно не уделяется И более того, мы постоянно идем в какие-то помещения Вместо того, чтобы было принято Там, дни рождения пикник Какие-то, да? То есть, дни рождения провести на улице Там, где-то в парке Вот сейчас как-то Даже вот из этих парков, которые вы назвали В большинство этих парков, как я считаю, они заброшены Там есть администрация Там все это есть Но последние какие-то обновления Массовые, глобальные, которые там происходили Это происходило еще в советское время Тот же самый ВДНХ В каких-то местах, как бы там Сейчас все на нормальном уровне Ну как нормально Мне, например, я не хочу идти на ВДНХ со своим ребенком Потому что кругом Что я вижу? Я вижу продаваемую шурму, шашлыки И все Ну да, сейчас песочные фигуры там поставили В павильонах там К какой-нибудь зайти ты видишь одно и то же Какие-то сплошные палатки, сплошная торговля То есть, нет того, что можно было раньше увидеть Там минералы земли были Там цветоводство, животноводство То есть, этого и сейчас нет То есть, раньше были и павильоны различных культур Которым можно было как-то приобщиться Да, много пространства, где ты можешь походить, погулять Но, единственное, там построили и они красивые ландшафтные сады Которые принадлежали в свое время цветоводство павильону И там было действительно приятно гулять И эти поделки, скульптуры сделаны из живого материала Из веток, из сенов Это очень красиво Сейчас действует Сейчас действует Да, и там как бы платный вход Но я знаю, что сейчас тенденция к тому, чтобы вообще закрыть И павильон цветоводство, которое один остался Это большая насущная проблема И я думаю, как бы они тоже кричат очень многие И, может быть, как-то правительство Не просто Москвы, а именно Российской Федерации Будет решать Я слышала, что уже какие-то приговоры с Белоруссией, с Украиной Павильон в ужасном состоянии И это действительно жалко Это то достояние, которое есть у нас И в каком это сейчас состоянии Это очень жалко И вот какие-то Есть точки, которые люди пытаются поддерживать Хотя я тесно этим летом общалась Мы там проводили праздники воды На территории ВДНХ Или на территории ландшафтных садов Они украшают клумбы Они подтянули разных дизайнеров Разной архитектуры этих клумб Волонтерское тоже движение И тем не менее это все сейчас закрывается Чтобы ставить палатки Ставить рекламу Ставить еще и еще То есть постоянно получать прибыль И уходить от того, что действительно Притягивает нас к этому К таким хорошим и красивым местам Поэтому то, что как бы вот Станислав И почему мы его сегодня пригласили Его проект национальные парки, эко-парки То есть это тоже как бы больная тема изнутри Очень хочется, чтобы прийти в то место И выходить с семьей Вернуть вот эту традицию И идти на природу Мне, я подписчиком являюсь Ссылок, ну рассылок и ковеки И мне сегодня прислали Или вчера прислали письмо Заполнить анкету изучения Как вы считаете, когда вы ощущаете Гармонизацию там Себя с природой Когда вы выходите на улицу Когда вы смотрите на звезды Или когда вы пробежались там В фитнес-клубе По стоящей беговой дорожке То есть как бы да Действительно калории какие-то уходят Но ты стоишь на одном месте Ты бежишь, ты не дышишь воздухом Почему мы ушли от тех утренних пробежек Мы идем утром в фитнес-клуб Мы тратим свои деньги Да, мы как бы Мы даем людям как-то жить Обогатиться самим Но у нас же есть замечательная зона Вокруг наших домов У меня, например, есть замечательный Сиреневый сад Яблоневый сад Где можно побегать Битцевский парк То есть мы уходим туда Потому что далеко бежать А тут сел, доехал на машине Взял свою сумку Принял душ Но мы действительно уходим От своих истоков От того, что может принести радость И если взвесить Что мне приносит радость? Мне не приносит та радость Вот просто пробежаться Это как-то по наитию Идет так принято А мне приносит радость Слушать пение птиц Смотреть на звезды Прогуляться С собак или бафар Да, и потом вот эти Мы же забыли Какая красивая зима Когда вот эти пышные снежинки Падают Какая-то красота Дети Я помню, мы детьми бегали Мы сбивали этот снег Мы кувыркались в этом снегу Как-то этого нет И сидят за компьютерами Поэтому очень здорово И я бы хотела вас попросить Более подробно Как бы рассказать об этом правиле В общем, появилась такая проблема И начали думать, как ее можно решить Обратили внимание на то, что В каждом районе Кроме чего? В каждом районе есть Лесопарковые зоны На самом деле Хоть они, может быть, и не благоустроены Но в каждом районе они есть Пришла в голову идея Создать службу национальных парков В чем ее смысл? И как бы зачем она вообще нужна? Потому что парки они существуют Зачем создавать какую-то еще службу? Мы обратили внимание на то, что Каждый парк он сам по себе То, что у каждого парка, конечно, есть дирекция И, соответственно, все парки Они финансируются государством На что идут эти деньги Как бы и как что происходит в парке Мало кто как бы понимает, мало кто знает Пришла в голову создать идею Централизации Централизованной организации Которая будет следить за всеми парками И которая будет предоставлять всем паркам Как бы одинаковую помощь И создать все парки по одному плану Обязательно Допустим В каждом парке должны быть Нормальные унощенные дороги Нормальные лавочки Нормальные фонари Урны Которых нет Из-за чего все проблемы Да То есть должна быть нормальная Минимальная инфраструктура Должны нормально следить за порядком Сотрудники правоохранительных органов Потому что распитие Тех же алкогольных напитков Сейчас никем на самом деле не контролируются И начали разрабатывать вот эту идею Эту концепцию В основу мы взяли аналоги заграничные Мы обратили внимание то что почти во всех Развитых странах мира существуют Службы национальных парков В данном случае мы опирались на Службы национальных парков Америки Она к сожалению как бы в отличие от нас Там все очень хорошо финансируется Там ежегодно на парке выделяется Около 300 миллионов долларов Это огромная сумма Я не думаю то что у нас начнут Выделять деньги резко и сразу Но я думаю тоже к этому надо идти Постепенно надо сделать какие-то шаги Потому что если не будем делать мы Никто за это на самом деле не возьмется Будут сидеть люди получать деньги и ничего не делать Ну как организатор мусора больше нет Еще как его зовут? Денис Старк Денис Старк Спасибо вам большое что Вы в 2004 году вышли на улицу И стали собирать И организовали такое замечательное движение Которое действительно распространилось Не просто в одном городе Оно распространилось по всей России И более того что Я думаю что ближние зарубежья тоже поддержат В Минске есть В Украине В Киеве есть тоже Мы продолжим У самой программы Экопарки Службы национальных парков Мы выявили две основные деятельности Первое направление Это городские парки отдыха То есть парки в черте города Но это могут быть не обязательно такие большие парки Как у нас Лосиный остров Бицинский парк Это могут быть просто скверы какие-то Да, возле дома Где ты можешь человек выйти И спокойно отдохнуть Не обязательно Конечно Что тут делать Тут в первую очередь Надо обратить внимание За охраной Уходом И развитием Этих Природолесовых зон Лесопарковых зон Можно создавать их по аналогу По аналогу По аналогу Заграничных Таких же организаций Вторая составляющая Этой организации Это парки национального Национального достоинства Да, то есть Национальные парки России Такие как Парки Валаньи Или Парк Забайкалья Это огромные парки Через Сурцы Мы на самом деле Не используем Потому что Сейчас Большинство людей Почитают Ездить отдыхать за границу У нас Самая большая страна в мире С очень красивыми местами Которые На самом деле Не Плохо очень изучены Никто о них не знает Почему Вот например Западная Сибирь Какая большая Это огромная Лесопарковая зона И сейчас Туда Возят Представителей Цивилизованных стран Как говорится Посмотреть Нам Эдведи В том-то и смысл На охоту Мы только Мы только Начинаем это делать И мы это Начинаем даже делать Ну и не хорошо Начинаем делать Очень слабо В чем тут смысл Что тут нужно сделать Тут Опять-таки Надо создать Хотя бы минимальную Инфраструктуру Можно Создать Туристические Маршруты Создать Все Исторические Какие-то Это Восстановить Да Историю И сохранить ее Предоставить Все Для ученых Чтобы они могли Нормально изучать Для тех же Геологов Беологов И так далее Опять же Дети Которые тоже Даже образовательные Какой-то момент Да И на самом деле Чтобы не посылать детей Туда же Куда-то за храницу Можно создать Лагеря Аналог Можно взять Американских рейнджеров Или скаутов Которые создают В своих Национальных парках Дальше Они создают Лагеря детские Которые помогают Этим национальным паркам Они действуют Они работают Как волонтеры Но при этом Изучают Приводу Они становятся ближе К природе И это Я считаю Очень полезно Для нации Потому что Что мы от этого получаем Мы получаем Более здоровую нацию Если вернуться Как бы К первой части К первому направлению Это парки Внутри города То основной целью Конечно Тут является Это восстановление Критически Сейчас Необходимых Зон отдыха Да Для Релаксов Для встреч Опять же Мы привыкли встречаться Где-то там В помещениях Сходить Вместе В кино Посмотреть Да Мы можем Прийти в парк Там Посидеть Там Даже Посмотреть кино Что Как раз таки Хочу сказать То что В чем тут Новизна Потому что Эта идея Она сама по себе Не нова И Конечно Ее давно уже Осуществили Но Государству Я так считаю Не очень выгодно Вкладываться Просто так Отдавать деньги Мы можем Наблюдать Как В некоторых Парках Москвы происходит Как В них Вкладываться Да До того Как мы здесь Собрались Евгения Рассказала Что Сейчас Многим паркам Как это Программа называется По Освоению Что-то Каждый год В новом парке Проводится Что-то типа Фестиваль Ландшафтного дизайна И по сути Парк Чистится И приводится В порядок За счет Частично Государственного Финансирования А частично За счет Собственно Этих компаний Которые занимаются Ландшафтным дизайном Они имеют Возможность Презентовать себя Каждому Выделяется Территория Они делают Клумбы Они делают Дорожки Они показывают Табличка Сделана компания Такой Фактически Для них Это реклама Но парк Приводится В отличное состояние Но после того Как они это сделали Это поддерживается Главное начать Потому что Для меня было Потрясением Я сама жила Рядом с Воронцовским Парком И 6 лет назад Это было место Ужасное Там собиралась Вся молодежь Со всех районов Вот вокруг Которые лежат Специально приезжали туда Не знаю Попить Покурить Подраться И нормальные люди Туда в принципе Не ходили Там нельзя было видеть Боищевская Аляск В рамках этой программы Навели порядок Поставили заборы Сделали дорожки Поставили скамейки Сделали детскую площадку И Что здорово Что сразу Там пошли люди Там перестали пить Перестали собираться Молодежь И вот уже сколько 6 лет прошло Да Таких глобальных инвестиций Нет Но люди уже сами Поддерживают То есть в парке Почти ничего не сломано Скамейки так же работают Детская площадка Так же работает Люди туда ходят С удовольствием Отдыхают Все лето там Люди идут на газонах Пьют воду Соки Ну в общем Того кошмара Который был Сейчас нет Это прекрасное место отдыха Ну вот я думаю Что Санякал как раз Хотела сказать о том Что иногда Разово выделяются Какие-то средства Чтобы привести парк в порядок А потом Забывается об этом И там уже Либо это волонтеры делают То есть как бы Общественное движение Либо это В лучшем случае Если кто-то будет Поддерживать Подождем еще лет 20 Пока Подождите Разруха Да И опять все вернется На свои места То есть появятся все те же Как бы Все та же То есть вы хотите сказать Что государство должно быть заинтересовано в том Чтобы допустим Он выделял бюджет и Государство должно быть заинтересовано в здоровой нации Здоровой нации Плюс как бы оно должно получать какие-то Опять же Прибыли от вложенных денег Я хотел сказать про Да Вот этот плюс Который мы хотим предложить Он заключается в том Что Мы Хотим предложить Самоокупальность То есть Государству надо вложиться Да Надо вложиться один раз Нормально Но Предоставить минимальную инфраструктуру Парку И Предложить какие-то Новые возможности Такие как Допустим Летом Это театр под открытым небом Да Если это большой парк То Создать там Велопрокат Сделать велодорожки Которых сейчас не так много в России Мы пропагандируем Экологически Да Чистый вид транспорта И многие ездят Я знаю, что когда Проходила акция 10-10-10 Скоро там Есть целое помешение Да Как оно называется Как движение называется Точно не помню Но Мы все получили эту карту На которой было написано Юслас Да И фактически был проложенный маршрут На котором Сейчас уже можно кататься На велосипеде То есть Активисты Да Волонтеры Они Провели исследование Посмотрели где Можно велосипедисту проехать И ставили карту На самом деле На самом деле Это очень большая проблема Потому что По нашему законодательству По нашему ПДД Велосипедист не имеет права Ездить по тротуарам Да И не везде На проезжей части На проезжей части У нас в основном Дети катаются Если вы представляете Своими детей Катающихся на проезжей части На велосипеде И это нормально Я считаю это ненормально Где разрешено Это еще внутри двора Но опять таки Там особо не развернешься Что еще можно сделать В парках Для того Чтобы парк Мог приносить сам себе Прибыль И за счет этих денег Как бы Следить За порядком И Да Чтобы можно было Лавка сломалась И можно было починить Да Или еще что-то сделать Создать Просто Новые опции Для парков Таких как Велопрокат Показ фильмов Парков Во многих парках Можно покататься На кальках Но это опять таки Сейчас в таком состоянии Мало очень парков Где можно нормально Покататься На кальках На воле Как на кальках Да Повести в порядок Как бы Вот эти вот Все возможности Продавать еду Но не те же Ну не ту же уровню Не как бы Экологически здорово Полезно Орешки Или там И фрукты То есть И в России Это нормальный Красивый эстетический вид Те кто там стоит Конкуренция Опять таки Очень интересно То что Надо включать Людей В это То есть То что Даже если мы сделаем Парк Это мало Мы можем В этом парке Проводить школьные занятия По биологии По еще Это на самом деле Очень интересная Университетские занятия Мы хотели создать На самом деле Все Начиналось с того Что мы хотели По утрам Создавать Районные Гимнастики То есть В каком Взять Определенный какой-то район Допустим Матвеева Очакова Взять Парковую зону И Собирать Людей Хотели Везде Как бы Разрекламировать Расклеить Рекламки О том То что Мы будем По утрам В конкретное время Оброводить зарядку Приходите Занимайтесь Спортом Это много времени Отнимет И со временем Как бы Я считаю То что Можно Во многих районах Москвы Сделать такие Везде По утрам Но опять-таки У нас возник вопрос А где это делать И Мы опять вернулись К этому Потому что Нужны места И В этом парке Можно сделать Такую же опцию По утрам Зарядку По выходным Какие-то дни Определенные Китай до сих пор Так делают Все счастливы Все счастливы Никто дома не сидит Собираются Десятки Местных людей Сотни людей Ты выходишь Такой Тебя захватывает Ты сам хочешь участвовать В этом процессе И это так красиво Это так все едино И это опять же Полезно Здорового образа жизни Здорового образа жизни Истории Людей То есть это как бы Такая национальная культура Национальная традиция Вам на люди Общаются Получаются Позитивные Спасибо вам большое Зарядку за замечательный экскурс Ваш проект А я смотрю Вот здесь Вот у нас Некоторые такие штучки Лежат Которые нам тоже сегодня Евгения расскажет Потому что Близится Новый год И мы Будем делать подарки Своим родственникам Близким А экология Она и говорит о том Что не Не употребляйте Больше чем Вы можете Не покупайте Больше чем Вам нужно Следите за тем Чтобы не расходовать Лишнюю Электроэнергию Воду И так далее То есть используйте То что есть Те материалы которые есть И вот сейчас Евгения нам покажет Как используя Различные материалы Можно сделать Что то Приятное Полезное Для своих друзей Родственников И так далее Соответственно Мы продвигаем Идею Главный принцип Сокращения отходов Борьбы с отходами Это их сокращение Как минимум А если вы Сначала Ты сокращаешь отходы Потом стараешься Вторично Использовать то Что ты сначала Посчитал мусором Может быть У него Может быть Вторая жизнь Только потом Это идет На переработку То есть Есть такой принцип Reduce Reuse Recycle Соответственно Мы Предлагаем Использовать Какие то Не знаю Обрывки Ткани Бумажки Вот Какие то Копейки То что Если бы мы Вели себя Как неосознанно Механически Скорее всего Это бы оказалось В мусорной корзине Но если проявить Немного Какого то Творчества Посвятить Немного времени Подумать о том Человеку Приятно И посмотреть Внимательно Что у тебя есть Можно сделать Такую прекрасную Новогоднюю открытку Значит Я показываю Новогоднюю открыточку Это бумага Зеленого цвета Видимо Где-то когда-то использовалась Это обрывки Скорее Это от папки Мне так кажется Здесь Наклеен материал Материал Церебряного цвета Как елочка И Приклеены шарики Монетки Монетки Однокопеечные Монетки А внутри Калечка Которые тоже Можно найти в офисах Скорее всего Она даже Была в каком-нибудь Каталоге Да В старом каталоге Посмотрите Наверняка У вас в зале чего-то есть Маленькие звездочки Вот такая Замечательная открытка На Новый год Ручной работы Которая будет Намного ценнее Намного ценнее Намного полезнее Намного полезнее И дешевле И можно сказать Бесплатно Для Так И вот такая Да Что это у нас На жестком фоне Просто выложена Вы нарезаете Обычную бумагу Там не знаю Белую, красную Любого цвета На тоненькие полосочки Складывается Специальным образом В интернете Можно посмотреть Вот соответственно Выкладываются Цветочки Сердечки Все тоже опять же Вторично использовано Да Картоночка Такая Да А сзади Можно просто написать Или приклеить Что-то Такое Поздравление Тоже замечательно Как такое блейсинг Благословение Называют Добрые пожелания Такие открытки Добрых пожеланий Так красиво Это 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 Обычный Платок Шелковый Ношейный Да Это Упаковка Это сумка Сделана в стиле Фурошики Японцы Несколько тысяч лет назад Придумали Как использовать Как из куска Материала Без нитки И иголки Можно сделать сумку Упаковку Потому что японцы Они экономят свои ресурсы Они считают Что это Нецелесообразно Купить кусок бумаги Завернуть в него Один раз Упаковку Как подарок И потом это выкинуть Красиво Туда можно что-то положить Кстати Можно ходить в магазин Это вяжется Буквально за 3 минуты Да Это сейчас Буквально перед программой Нам показала Евгения Она даже сейчас покажет Как это превращается Снова в платок Называется Фурошики В интернете Можно посмотреть Очень много способов Завязывания Выглядит очень красиво И это Как-то креативно Это экологично Буквально Было 4 узла Как коробочка И вот такой платочек Да Замечательно Который потом Человек может Использовать еще раз То есть если не захочет Носить Его Может кому-то еще раз Упаковать Подарок То есть можно платком Упаковать в подарок То есть не покупать Отдельную упаковку Да А взять платок И упаковать в него Да Здорово Ну то есть Я вот так вот допустим Хожу в магазин То есть вот у меня Это нашейный платок Если То есть не нужно носить Даже с собой Никакую эко сумку То есть буквально Подходишь к кассе Снимаешь Завязывается несколько узлов И сумка готова Ну сейчас прямо еще раз Она показывает Да я сейчас покажу Другой способ То есть техник очень много Разобраться в них не сложно На мой взгляд это вообще Отличное времяпрепровождение Не знаю с детьми Это развивает Это развивает Это развивает Фантазию Развивает какие то же Еще раз как техника Называется Курошики Древняя японская техника Вообще Японцы с этими сумками Ходили в баню Носили в них кимоно Вот Такая вот сумка Отлично Отлично Вы можете посмотреть Такая сумка Туда можно что то положить Можно выбрать любой Понравившийся материал Можно У всех есть какие то обрезки Всего 4 узла 3 узла 3 узла Да Вот так вот Так что И можно его очень много всего делать Можно Видимо Вы показывали в своей блокноте Как используются материалы И всякие компактные диски Как из них можно что то делать Грампластинки Книги Да Вообще Это сейчас очень модное направление В Европе и Америке Называется Рьюз Арт Соответственно Есть определенные дизайнеры Стилисты Архитекторы Которые специализируются только На то что это будет Да Это такая тенденция Потому что На данный момент Не знаю Человечество уже создало Такое количество вещей Причем это же Корпорации Самые богатые Они вкладывают Столько денег Столько энергии Столько профессионализма В создание вещей Не знаю Та же самая Упаковка Литара Часто Это Не знаю Бутылка От Кока-Колы Это Пропорции Просчитываются Зачем ее Выбрасывать Если можно подумать Как ее Можно Повторно Интересно Выграть На первом каноне В свое время Аж передачи О чумелой ручке Да Но только если у нас Это выглядело Как что-то странное И как будто бы У тебя нет Почему-то Русские люди Воспринимают Если ты не можешь Что-то купить Если тебе приходится Делать это Из подручных материалов Значит Ты не успешен Или ты Потому что не можешь купить И не можешь это позволить Это не так Весь цивилизованный мир Уже считает Не знаю Наоборот Старается По максимуму Дать вторую жизнь вещам Сделать что-то Своими руками Продумать Как можно Эти вещи использовать С максимальной Пользой для себя И для других Ну то есть Никто Не потому что не выбрасывает Потому что жалко Никто не делает это Потому что нет денег А потому что Можно сделать Действительно красивую вещь На самом деле Надо просто понять Что это модное направление Во всем мире И использовать то Что как бы Уже вышло из срока Я помню свою бабушку Которая очень любила Собирать лоскуты Она Делала такие веревочки И плила коврики А сейчас Вот там посмотришь Это такая очень модная тенденция Такие Руками сделаны Коврики Шитые какие-то Штучки И они очень Очень к месту Очень Вовремя И очень модно Поэтому не будьте Не бойтесь Не бойтесь быть модными Использовать Старые Не бойтесь быть креативными Не бойтесь быть креативными И я хочу сказать Что наоборот Если вы будете использовать То что нас окружает Те вещи которые окружают И давать им второе рождение То вы действительно Можете очень многого достичь Сейчас это направление Очень Очень Востребовано Я знаю На западе Вы будете покупать Новые вещи Вы экономите деньги Вы экономите Сокращаете Мусорные кучи Да Вы становитесь экологичным Поэтому Мы за то Чтобы экология Постепенно Постепенно Проникала в нашу жизнь Наше сознание Наше общение И поэтому Мы Вдохновляем вас На то Чтобы вы Становились Более и более Экологичны И Хотелось сказать Что Скоро уже Новый год Подарки Поэтому Проявите свой Творческий потенциал Проявите свою Экологичность Проявите свою Креативность Мы поздравляем вас С наступающими Праздниками И На сегодня Мы с вами прощаемся Мы встретимся с вами В следующий вторник В 16.00 И С вами будет Экопедагог Педагог Образования Экологического Образования Наталья Ржова На сегодня Все Я благодарна Нашим гостям Спасибо Евгении Сухова И также Югу Стасову Что они сегодня Были с нами Столько интересного И полезного Рассказали Оставайтесь с нами И звоните к нам В студию А также пишите На мой почтовый ящик Ким Инна Собачкова До свидания До новых встреч Продолжение следует... Продолжение следует...